Короче, заброшенный военный городок. Состояние пока печальное, но люстры целые и окна на месте. Дежурный паротик, книжки, зилы, газы эксплуатировались. Не знаю, даже в каком году его забросили, но тут целый город. Частично люди живут, а частично вот такие вот следы полнейшего дестроя. Есть даже следы армейского творчества. Видно, что здесь служили и женщины, и рисовали они интересно. Орел почти похож. Конверты армейские. Короче, оружие мы здесь вряд ли найдем, но вот документации вал, что в принципе не менее интересно тоже. На стены, разумеется, клеили газеты «Красная звезда». Какого года? Не вижу. Готовы. Так. Гот сорвен. Здесь сидел какой-то высокопоставленный офицер. Кабинет большой. Бамаги просто валом. Журналы и карты. Стратегические карты. Их тоже клеили под обои. Странно, даже трубы на месте. Слушай, тут даже трубы не все спилили, прикинь. Ну да. Одно из решёчных и затемлённых комнат. В ней висит календарь. За 2000 год. Очевидно, плюс-минус три года. Когда это всё забросилось на метафон. Может тут пульт какой-то был. Трансформаторы ставят маленькие. Ну и первое место среди люстр здесь занимает, конечно, вот эта люстра. Несомненно. Да. Генеральский стиль просто. Ты прикинь сколько им надо было документов заполнять каждый день. БП-230. А что за установка БП-230? Часть. Я ещё знаю. Дегазация. Короче, часть какая-то серьёзная. Видимо была. Второй этаж. Оборона страны. Начиналась здесь. Мне очень приятно топтать эту документацию. Это ж труд людей. Что подевать. Яблочки заглядывают прям за решётку. В Москву вбит гвоздь. Интересно, это военные сбили? Или уже те кто посещал это после них? Самые интересные комнаты. Как правило, вот такие. Здесь видимо сидела как раз та женская часть населения. Которая поздравляла мужчин. Судя по реке Мартина и цветочкам. Видимо это была бухгалтерь. Вот нашли бывшую кухоньку. Какой-то типа хрущёвки. В кухне почему-то хранились мундиры, брюки. Ну это ванная. Туалет-умывальник. Что интересно, можно прямо с окна открывать сливку. В принципе вкусное. Самое главное здание в части со звездой. Здесь было хранилище. Тут походу склад был. Какая-то хрень. Ай, самчасть, 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 самчасть. У меня всё выглядит подчистую. Какая-то шина осталась. Уже куча бумаг. Мемел. И противогаз. Какой-то он жухлый конечно. Короче вот что бывает с противогазами без должного ухода. Поэтому следите за своими противогазами. Здесь у нас медпомощь. Аптечки. Инструкции на все случаи жизни. Интересная картинка. Не бери в рот морковку. Солдафон. Что за таблетки? Российские. Аптивозит. Аптивозит. Что случилось дальше? Толстый вид книжки Короче, такое место Можно сказать, тоже атмосферное Жаль, что все разбросано Если бы было немножко более упорядочено Было бы, конечно, интереснее тут ходить Следующее здание защищено укреплением Укрепление завалено, к сожалению Видимо, серьезное здание Хороший был клуб Присяга Устав советский Здесь ничего интересного Самое интересное здание, часть это столовка Только там можно отдохнуть Столовых обычно Ох, елки Тут пьют пиво А нет, это квас Целый, что ли? Обалдеть Прикинь, целый квас Класс Класс Целый? Да Только он уже прокисший какой-то Но целый Заебись Берем Нам, пожалуйста Три бутылочки Пожалуйста А, так он для 2011 года Вот, по-моему Вот, этого квас только лучше Слушайте, наверное, со склада какой-нибудь Куда-нибудь Не помнишь Не помнишь, что пар Мне квас был? Ну, вот Тут целое Хлебни Десять лет кваса Да, срать потом Неохота, конечно Всю дорогу Пустота, пустота Кстати, может быть, тут есть и тушенка Ох, ёлки-палки Тоже целое, что ли? Да, все целое Только вон плесневая блямба плавает Жесть На складе кваса притаилось гнездо Квас повсюду Горы кваса Теперь мы квасные короли Где еще можно испытать пистолет Кроме как не на квасе Не на квасе Подожди Громко он бьет Что у нас? Дырочка Ох, ёлки-потелок Жестянку не пробил Не пробил Не пробил Бутылки квасные Короче, лювер бьет хорошо Жестяные Жестяные баночки уже нет Короче, тракторишка такая Яблочки На яблоки нам сегодня прям везет Но эти поменьше Ну нифига их тут просто Буины складов Внутри наверняка ничего нет Мне кажется, вот тут самое пустое здание будет Из всех Ой, ёлки-палки Тут как будто бомба взорвалась Тоже это плитка потолочная Опять сапоги, опять коробки из-под яиц Штаны даже я Но я по ним хожу, походу Короче, первый компот найден Первый и последний компот Надо идти на склад противогазов Вон улей, смотри Чей А, синий Ну да Им тут хорошо было В мешках, кстати Пластмасса какая-то Вот он вещевой склад Разумеется квас Зайдем в примерочное О, ничего тут кто-то напримерял Просто Какие-то бумаги Вещевой вообще почистили хорошо Вот тут могла быть и форма И еще куча всякой ерунды Там вообще одни стены На этом складе постарались Чтоб никаких следов не осталось Но ведь здесь могло быть все вот так Как нам показывает стенд Было бы тут все так, как на стенде Вот на этом Это, короче, склад, от которого я жду больше всего Склад ГОЧС Все заколочено через окна только Короче, полное разочарование Кроме металлических сетов нифига тут нет Не противогазов, а даже фильтров Что за коробка? А, просто бумага Что, сюда сначала? Там двери толщиной нет Метр это солидно Короче, вот собственно то, что я охранял Эту часть Ух, ничего тут кромешная тьма вообще Тупик Да И здесь тоже Еще есть металл Прикинь сколько бетона просто Огромная бетонная бобина СССР топ Бомбаш Вот здесь и стояли Денитно-ракетные комплексы Мощнейшая Сколько бетона, сколько труда Как это всё выглядит снаружи Крути Крути Всё, шли много километров, чтобы увидеть только это Короче, нет, ещё не всё Вид сверху На прекрасные оборонительные советские сооружения Эротийские Туда я сейчас спущусь Вот здесь, я не знаю, по-по-то ли я оттуда Тоже лестница есть Я не знаю, что это Что-то едет сюда В смысле, прямо сюда? По-моему, да Военная тачка? Или ты не видишь? Я только звук слышу какой А как? Похоже на мотоцикл А, ну и тут может проехать Похоже на мотоцикл Короче, как-то так Это, видимо, отвод газов какой-то или что это Не понимаю немножко Так Ладно, дома по мониторю Аппарат на выход 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 Их мы не можем Продолжение следует...